Великого Ульяма Шекспира Все женщины, мужчины в нем – актеры, имеют выходы, уходы и ни одну играют роль. 7-10 в пьесе той – младенец, школьник, юноша-любовник, солдат, судья, старик. Это говорит языком великого Шекспира все прогрессивное человечество. Но, к сожалению, для нас, для казахстанцев это не подходит. Поскольку наш казахстанский мир – это цирк. Лишний раз убедиться меня в этом заставила специальная программа «Президент», которая начала выходить с 29 августа 2022 года. И вот последний выпуск этой программы «Президент» – они посвятили поездке Токаева, рабочей поездке Токаева. И ведущий Адиль говорит. Отработав фронт внешней политики в Эмиратах, Касым Жомар Токаев принялся за решение вопросов внутри страны. Мы в Костанае, и глава государства прибыл сюда с рабочей поездкой. Это специальный проект «Президент», меня зовут Адиль Балтабаев. А какие международные дела решал в Объединенных Арабских Эмиратах Токаев? Вы помните, я доводил до вашего сведения, что султан Назарбаев, как демон во плоти, в конце своего правления вдруг решил все активы сам рук Казана передать фонду Объединенных Арабских Эмиратов. И премьер-министр тогда Оскар Мамин сам лично поехал, подписал соглашение. После этого вдруг новый президент отменяет, приостанавливает действия этого соглашения, убирает Мамина и назначает Смаилова премьер-министром Казахстана. То есть в Объединенных Арабских Эмиратах Токаев совмещал полезное с приятным. Полезно поучаствовать в этом форуме, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. А приятное то, что он договаривался о продлении срока действия того соглашения, которое подписал по заданию султана Назарбаева Мамин. Вот это как раз и является подтверждением того, что это цирковое представление. Ну а дальше смотрим Кустанайская область, куда же он поехал. Опять журналист говорит. Глава государства вылетел в город Рудный. Вы знаете, что там недавно была коммунальная авария. И ожидается, что президент даст конкретные поручения по этой ситуации прямо на месте. И, конечно, нарисовывается Токаев на месте порыва. Оказывается, это не Руднинская ТЭЦ вышла из строя, а порыв всего лишь на тепловых сетях. Это совершенно разные вещи. Экибастуз и Рудный. В Экибастузе из-за порыва тепловых сетей встала электрическая станция. А здесь станция работала. И если порыв был на обратном или прямом трубопроводе, то те дома, которые не получали тепло в надлежащем режиме, могли по однотрубной системе на сброс поработать, и в квартирах было тепло. Сразу возникает вопрос. Почему Токаев не поехал в Экибастуз? Я прослеживаю такую одну маленькую нить. Токаев во главе большой делегации, вместе с ним поехал Скляр, первый вице-премьер, полетели во Францию выпрашивать, умолять Макрона отдать Облязова Казахстану. Это такой преступник, который не дает покоя нынешнему президенту, и нужно его срочно доставить в Казахстан. И опять же в этой поездке в Рудный, в Кустанайскую область сопровождает его Скляр. Приехав на место, Аким город докладывает. Президент прибыл на место аварии на теплотрассе, из-за которой десятки домов остались без тепла. Первым доложился Аким Рудного к Уандыке Спергенов. Он рассказал, что последствия прорыва частично устранили, но впереди восстановительные работы. Если порыв есть, его надо устранять. Но самое главное, то Каеве дает поручение. В целом, конечно, и по стране, и по данной области, так точно, и по другим городам, состояние теплосетей находится в аварийном ситуации. Очень плохо обстоит дело. Я правительству поручаю, начиная с сегодняшнего дня, и особенно в весенний, летний период, надо очень тщательно готовиться к зону. Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может. Изношенность сетей очень высокая. 70 или 80 процентов в некоторых местах, 90 процентов. Этим надо заниматься. Персональную ответственность по недопущению подобного в регионе президент возложил на областного Акима Аксакалова, а в масштабах страны за отрасль ответ будет нести первый вице-премьер Скляр. Что вот сейчас создана комиссия, и она будет только заниматься этими вопросами. После ситуации в Экибастузе по поручению президента была создана спецкомиссия, которая будет заниматься вопросами теплосистем. Хотя об этом он сказал еще в ноябре месяце прошлого года, когда произошла авария в Экибастузе. И вот в Экибастуз он не поехал, а поехал в Кустанайскую область, в город Рудный, на коммунальный аварийный режим работы. И далее говорит, что... В домах сейчас тепло. Какая-нибудь работа? 22. 22? Точно? Да. И он пошел проверять, есть там тепло или нет. В квартирах сохраняется тепло. Вот я хотел спросить, так оно или нет? Честно скажите. Ну вот я хотела бы вас пригласить к себе домой, чтобы вы посмотрели, как после ремонтных работ у меня в доме стало. Ну раз вы приглашаете, надо пойти меня домой. В этой квартире оказались два ребенка. Дочери Олеси Герри явно удивились такому гостю. Как вас зовут? Стефания Николаевна Геля. Стефания Николаевна Геля. Стефания, иди сюда. Красивое имя, Стефания. Стефания, иди сюда. Стефания, сколько тебе лет? Четыре. Четыре годика, молодец, хорошо говоришь. Стефания, ах, какое красивое имя, восхищается президент. А сколько тебе лет? Четыре года, ах, как ты красиво говоришь. Ну цирк да и только. И вдруг, как по мгновению волшебной палочки, из воздуха появился плюшевый огромный мишка, который президент подарил этой девочке. Далее путь его пошел на Соколовско-Сарбайское месторождение. Ну хочу сразу сказать, что он приехал к друзьям своим. Это евразийская группа, которая захватила Соколовско-Сарбайский комбинат во главе с Нурсултаном Назарбаевым. И докладывает ему, что 260 миллионов тонн руды пришлось в 1922 году добыть. И из них 10 миллионов продукции, которая поставляется сегодня, в том числе и за рубеж. Далее президент отправился на Соколовский карьер. Здесь добывают металлы. В 2022-м горняки накопали 260 миллионов тонн руды, из которой удалось произвести товара на 10 миллионов тонн. Предприятие намерено нарастить экспорт в Европу, и глава государства пожелал руководству в этом деле успехов, поскольку горнодобывающий сектор считается важнейшим для экономики Казахстана. Тукаев говорит, что да, конечно, нужно поставлять за рубеж, поскольку горно-рудная промышленность у нас является основной. Да не является она основной, поскольку они не платят тех должных налогов, которые должны платить за это. Как видим, Тукаев и здесь, связанный с Соколовско-Арбайским месторождением, получил для себя приятные моменты, поскольку его связь с евразийской группой очень жесткая, еще когда он был премьер-министром Казахстана. Далее его взору стремился на птицефабрику. Но я полагаю так, что птицефабрика принадлежит к султану Назарбаеву, когда они развалили всю промышленность Казахстана, в том числе поставили на уничтожение все птицефабрики. Назарбаев, при мне, дал поручение своему соратнику, с Арсенову Рашиду заняться птицефабриками, и тот прибрал к рукам все птицефабрики Казахстана. После Космжом Артокаев посетил местную птицефабрику. Предприятие производит около 260 миллионов штук яиц и более 500 тонн мяса птицы в год. Отправляют товар по всему Казахстану и на экспорт. Не зря приезжал в Тимиртау, наверное, примиряется уже Назарбаев, Сосковец и Токаев, прибрать к рукам и казахстанскую магнитку, чтобы прибыли шли только им и Сосковец. Вот три человека, которые могут заниматься Тимиртау и Лисаковским горнообогатительным комбинатом. Ну, дальше смотрим, что его путь лежит в Лисаковск. Что же такое Лисаковск? Лисаковский горнообогатительный комбинат. На основании разведки, проведенной в 50-е годы прошлого столетия, в 70-м году началась добыча железных руд и производство окатышей. Смотрим, что же это за Лисаковск, кому он принадлежит. Оказывается, Алсилор Миттал. На очереди город Лисаковск. Здесь Космжомар Токаев проверил работу местной ТЭЦ. Станцию запустили в 70-х годах, а потому ее котлы изношены на 51%. Важнейшая задача на ближайшее время провести капитальный ремонт и модернизацию. Зря Токаев на совещании правительства 12 декабря критиковал Миттала, компанию и дал поручение срочно проверить. Ну а следующий объект, который посетил Космжомар Токаев, это автомобильный завод «Алюр». Как они его представили, что является единственным в Центральной Азии и в странах СНГ. Последний объект президентского визита в Костанайскую область – автомобильный завод «Алюр», где запустили единственную в Центральной Азии и СНГ мелкоузловую сборку «Кия Спортедж». По этому случаю в Костанай прилетело и руководство корейского автопроизводителя. Во время презентации модели на сцену выехал настоящий автомобиль, и глава государства решил осмотреть его изнутри. Оно все говорит, что поворот включается, здесь на стеклах появляется, абсолютно безопасно. Чем-то все равно, что-то... Сборочное производство с компанией «Кио». Ну, я думаю, что кто-то из вас успел посмотреть расследование «Гиперборея», где Вадим Борейко очень сделал хорошее расследование о том, что скаляр является тем лицом, который уничтожает все подобные предприятия в Казахстане, а лоббирует только этот «Алюр». Мало того, я в своем выступлении сказал, что смотрящий Кайра Цедебалды, который представлял семью в этом автосборочном предприятии, был заменен на родного брата руководителя администрации президента Казахстана, что подчеркивает прямую связь Тукаева с этим предприятием через руководителя администрации, то ясно понимаю, что эта поездка была чисто объезд нужных объектов лично Тукаеву, а преподносилась, как будто это он выполняет такие героические усилия, как глава государства во благо и во имя Казахстана, народа Казахстана. На самом деле это все та же самая политика разграбления Казахстана, доведения народа до обнищания, все эти прибыли потекут в карман уже другого президента, не Назарбаева, а Тукаева. А как красиво все преподносится, и как видим, глава государства доказывает то, что наша с вами в Казахстане жизнь – это цирк. И главным клоуном этого цирка является президент Касыр Жамарт Тукаев. Дорогие мои друзья, не поддавайтесь на такие уловки, они специально создали эту программу, как высказала руководитель телерадиокомплекса президента Раушан, что главным ньюсмеккером сегодня является президент Тукаев. Даже Назарбаев никакой такой программы не выделял. И как очень ёмко подметил один журналист, что на сегодня главный перманентный реформатор Казахстана Тукаев, и вот начиная с того момента, с 19 марта, когда президент Назарбаев передал власть Тукаеву, вот это перманентное преобразование, которое ведёт Тукаев в Казахстане, никак не закончится. Но Тукаев своих слов не держит, и он пляшет под дудку этих консультантов и, естественно, лихорадит всё общество в Казахстане. Поэтому, дорогие мои друзья, кто бы что ни говорил, Казахстан сегодня, общество казахстанское, руководство Казахстана никак не натягивает на высказывание великого Ульяма Шекспира, что весь мир – театр. Казахстанский мир – это цирк. И главный клоун этого цирка является президент Казахстана. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. На этом я прощаюсь с вами. До новой встречи в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok